Аттила Аттилы 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 Родословные Аттилы Восходят к древним скифам и сарматам, кочевым племенам, которые когда-то господствовали в евразийских степях. Эти свирепые воины славились своим искусством верховой езды и военным мастерством. Они оставили неизгладимый след в регионах, где обитали, оказывая влияние на культуру и общество, с которыми сталкивались. Среди предков Аттилы были могущественные мастерства. Правители, такие как Таргитай, легендарный скифский царь, известный своей мудростью и воинской доблестью. А Хэмен, другая выдающаяся личность, считается основателем Персидской империи, что свидетельствует о далеко идущем влиянии рода Аттилы. Дарий, более поздний персидский царь, прославившийся своими административными реформами и военными походами, еще больше укрепил наследие предков Аттилы. Эти родственные связи с могущественными правителями прошлого наполнили Аттилу чувством предопределения и сформировали его амбиции. Он унаследовал от своих предков тягу к завоеваниям и созданию империи. Аттилы видел себя наследником целой плеяды воинов и стремился превзойти их достижения в большем масштабе. Скифские и сарматские традиции верховой езды, стрельбы из лука и военной стратегии легли в основу военных успехов Аттилы. Его армии, обученные искусству конного боя, могли преодолевать огромные расстояния и наносить удары с сокрушительной скоростью. Их мастерское владение луком и стрелами делало их грозными противниками на поле боя, способными обрушивать на врагов град стрел. Возвышение Аттилы пришлось на бурное время в истории Рима. Некогда могущественная Римская империя, ослабленная внутренними распрями и внешним давлением, столкнулась с многочисленными угрозами. Варварские племена, в том числе гунны, испытывали границы империи на прочность, стремясь к земле и добыче. По иронии судьбы, Аттила оказался в положении, когда он мог вести переговоры с Римом не как завоеватель, а как потенциальный союзник. Римский император Тиберий Август, столкнувшись с восстанием в Африке, обратился к Аттиле за помощью в подавлении мятежа. Этот союз, скрепленный договором, оказался взаимовыгодным. Аттила получил значительную сумму золота в обмен на свою поддержку, что укрепило его казну и повысило его престиж. Рим, в свою очередь, воспользовался военной мощью гуннов, которые помогли подавить восстание. Этот союз, хотя и временный, подчеркивает стратегическую проницательность Аттилы. Он понимал важность дипломатии и был готов вести переговоры со своими врагами, когда это отвечало его интересам. Аттила понимал, что даже самые могущественные империи уязвимы и могут быть использованы в его интересах. Договор между Аттилой и Римом также подчеркивает сложные отношения между двумя державами. Хотя они часто враждовали, они также вступали в дипломатические отношения и сотрудничали, когда того требовали обстоятельства. Этот непростой баланс сил характеризовал их отношения на протяжении десятилетий. Один из интригующих аспектов истории Аттилы – это предполагаемая связь его рода с династией Юлиев-Клавдиев в Риме. Хотя исторических свидетельств мало, и они часто допускают разные толкования. Некоторые ученые предполагают наличие связи через смешанные браки и политические союзы. Тиберий Юлий Цезарь, римский полководец и государственный деятель, сыгравший ключевую роль в поздней Римской республике, по мнению некоторых, является предком Аттилы. Тиберий Юлий Цезарь через свой брак с Ливией Друзиллой стал отчимом будущего императора Августа. Эта связь, если она окажется правдой, поместила бы род Аттилы в непосредственной близости к центру римской власти. Династия Юлиев-Клавдиев, основанная императором Августом, правила римской империи почти столетия. Это был период, отмеченный как стабильностью, так и интригами, с императорами, известными своими амбициями, беспощадностью и политическими маневрами. Если Аттила действительно был потомком этой династии, это добавило бы сложности его отношениям с Римом. Заманчиво порассуждать о том, как эта связь, если бы она была известна в то время, могла повлиять на действия и амбиции Аттилы. Считал ли он себя потенциальным претендентом на римский престол? Подпитывало ли это его желание завоевать Рим и основать собственную династию? Хотя истинная природа этой связи остается окутанной тайной, она подчеркивает взаимосвязь древнего мира. Династии связи, часто скрепленные браками и союзами, создавали сложную паутину отношений между правителями и империями.